В разы выше, чем у городских избранников, депутаты краевого парламента отчитались о доходах за прошедший год. Ситуация в отрасли практически не изменилась, как и месяцем ранее Пермстад фиксирует проседания в сегменте жилищного строительства. Интерес к среднему и малому бизнесу со стороны крупных промышленников в Прикаме пройдет форум Дни пермского бизнеса. Новости НРБК, в студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Самый большой доход среди депутатов ЗАГС Собрания Края по итогам 2016 года задекларировал генеральный директор Уралкалия Дмитрий Осипов. По сведениям, опубликованным краевым парламентом, он заработал почти 153 миллиона рублей. Полтора раза ниже доход у топ-менеджера компании «Соликамсбомпром» Виктора Баранова – 99 миллионов рублей. Он на второй строчке условного рейтинга. Президент футбольного клуба «Амкаргин» Адишилов заработал в минувшем году 91,5 миллион. Доход гендиректора ПЗСП Николая Демкина чуть более 70 миллионов рублей. Завершает топ-5 по уровню доходов гендиректора инвестиционно-управляющей компании «Реал» Юрий Борисовец. Доход руководителя парламентской фракции «Единая Россия» составил чуть более 69 миллионов рублей. Председатель ЗАГС Собрания Валерий Сухих заработал в прошлом году 4,5 миллиона. Ранее на своем сайте сведения о доходах опубликовали депутаты Пермской гордумы. Наибольший доход задекларировал Михаил Бесфамильный – более 90 миллионов рублей. Далее идут Алексей Демкин и Владимир Плотников – 77 и 71 миллион соответственно. По итогам четырех месяцев того года в Пермском крае сдано в эксплуатацию чуть более 135 тысяч квадратных метров жилья. Этот показатель почти в два раза ниже, чем за такой же период прошлого года, отмечает Пермстат. В крае ввели в эксплуатацию чуть больше двух тысяч квартир. В прошлом году в крае общая площадь сданного жилья была выше на 43%, то есть почти четверть миллиона квадратных метров. Месяцом ранее Пермстат отмечал, что по итогам первого квартала года в крае показатели по сдаче жилья проседали еще ниже на 47%. Участники рынка ранее отмечали, что объем строительства сокращают многие застройщики. Новые объекты планируются осторожно, добавляют сложности изменения в законодательстве и ужесточение политики по плотности застройки. К тому же, пока не показывает серьезный рост платежеспособности населения, отмечают эксперты. На форуме «Дни пермского бизнеса» представители малых и средних предприятий смогут обсудить возможности сотрудничества с крупными промышленниками. Это общая концепция работы форума, на это делают акцент представители регионального Минпромторга. В этом году форум сменил статус с городского на краевой. Одной из главных тем «Дни пермского бизнеса» станет демонстрация положительного опыта местных предпринимателей, а также популяризация бизнеса и создание положительного имиджа пермского бизнеса в целом. Спикерами и модераторами форума выступят представители российского правительства и региональных органов власти, а также крупные российские предприниматели. В рамках форума будет проведена отдельная сессия по кооперации, где как раз представители крупного бизнеса расскажут, какие есть у них потребности с точки зрения привлечения малого и среднего бизнеса. То есть таким образом мы вовлекаем малый и средний бизнес в сотрудничество с крупными промышленными предприятиями. Организаторы отмечают, что в этом году увеличилось количество панельных дискуссий, также была увеличена выставочная часть, экспозиция бизнес-проектов и инновационных предприятий будет насчитывать почти сотню организаций. Это рекордное количество участников за все годы проведения форума. На завершение вне пермского бизнеса станет закрытая панельная дискуссия, посвященная прогнозам изменения экономической ситуации в современной России. Салькамский магниевый завод не будет выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Это решение Совета директоров компании. Причина – отсутствие прибыли. В 2016 год компания закончила с убытком. Еще в апреле стало известно, что по итогам прошлого года предприятие показало убыток в 237 миллионов рублей. В 2015 году завод был прибыльным, компания заработала почти 475 миллионов. Основными факторами, оказавшими негативное влияние, по словам самого предприятия, стал рост затрат на основное сырье и материалы большими темпами, чем цены на реализуемую продукцию. Также сложное положение на рынках сбыта. В первом квартале года, как ранее сообщал РБК, компания также показала чистый убыток. Он превысил 70 миллионов рублей. Снижение финпоказателей в компании также объясняли уменьшением выручки в результате снижения цен на продукцию. Ну вот и в планах компании развития действующих производств по выпуску товарного магния и сплавов. Кроме того, увеличение объемов производства и номенклатуры продукции редкометального производства, титана губчатого и продукции химического производства. На этом пока все новости. Я же пока не прощаюсь. Следующий выпуск уже менее чем через час.